Всем привет! Продолжаем нашу социальную работу. На этот раз работа будет также вестись на вот этом сайте прокуратура Хабаровского края. Но на этот раз работа будет проведена в рамках решения. Итак, напомню краткую суть. Пенсионер Виктор Иннокентьевич, подтопленец Магинский, слепой. Уже 4 года не получает пенсию с его слов. И мы записали ролик с его участием, где он пожаловался нам на то, что не получает пенсии длительный период времени. Мы засняли ролик. Его можно будет увидеть. Его можно увидеть на... В дальнейшем было написано в этот же день, от 1 июля еще. Значит, обращение в Министерство социальной защиты и Министерство социальной защиты ответило нам вот таким вот опусом. Оно ответило, что в целях подтверждения фактов, указанных в обращении сотрудники Николаевский на Амуре комплексный центр социального обслуживания населения 21 июня 2018 года выезжали по адресу проживания пенсионера. То есть, на обращение от 1 июля они выехали 21 июня. Странно получилось как-то. Это ложь в письменном виде. И, значит, учреждением было подано заявление правоохранительные органы о недостоверной информации, выложенной в сети интернет. Вот так, пугают. Ну, это ничего. И мы еще раз сходили в гости к Виктору Иннокентьевичу. Где я должен расписаться и получить деньги. Нету такой бедности. Нету такого бедности. Потому что я в течение 4-х лет ни разу не получал денег. Без денег нереально. Не, ну вы же живете? Да. Без денег. Реально? Когда? Когда помогаем. Ты, 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 ты. Нету денег. Нищий, бля. Вот таким образом Виктор Иннокентьевич прокомментировал, что на самом деле к нему никто не приходил. И пенсии по-прежнему нет. Поэтому мы решили, что все-таки чиновники работают неохотно. Играют в футбол нашими заявлениями. Запугивают. И как-то многие подзабыли, что все чиновники являются нашими слугами. И поскольку мы все содержим наших слуг, обеспечиваем замечательную, полное удовольствие, достатка жизни, давайте, вооружившись нормативными актами Российской Федерации, обяжем их работать. А именно внести, наконец-то, ясность обяжемых. Куда девалась пенсия слепого пенсионера Виктора Иннокентьевича. И в рамках вот этих наших волеизъявлений мы пишем решение. Вот, значит, немножко подумали мы с моей головой. И родился такой документ. Протокол решения гражданина человека. За номером отчиста все как положено. Так, с вашего позволения, я прочитаю. По факту неполучения пенсии слепым пенсионерам города Николаевска-на-Амуре клеветы заместителя министра начальника управления социального обслуживания населения Хабаровского края М.И. Бурлака. Выражение воли единственным источником власти в Российской Федерации в соответствии со статьей 3 Конституции РФ и реализующие волеизъявления единственного источника власти РФ представителя многонационального народа РФ, непосредственно выражая волеизъявления, осуществляя местное самоуправление, реализует волеизъявления вынесением гражданского решения. Статья 3, статья 32 Конституции РФ и статья 1, статья 3 Федерального закона от 06.10.2003 номер 131 ФСЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. На основании всего этого ребята, которые сидят там наверху, они должны эти вещи просто исполнять, не думая. То есть они работают, а мы немножко их корректируем. Итак, решение гражданина человека принято 17.07.2018 года, вчерашним числом. То есть сегодня уже 18 у нас. Это видно, да? В правом верхнем углу. Значит, адрес. И, значит, пора избавляться от этого паразитарного слова. Значит, будем пытаться. Итак, в конце мая 2018 года мне, Роману Зайцеву, человеку с активной жизненной позицией поступил сигнал от населения о том, что слепой пенсионер, переселенец из района подтопления села Мага Николаевского района Хабаровского края, 4 года не получает пенсии. По факту проведена проверка, в ходе которой слепой пенсионер Виктор Иннокентич был опрошен и на основе его слов смонтирован пилотный материал для проверки и принятия мер уполномоченными на то органами. 1 июля 2018 года в сети интернет на моем именном канале Роман Зайцев Живу на ДВ был размещен ролик с кратким комментарием предположительно пострадавшего пенсионера. Ролик в свободном просмотре и доступен по ссылке. Ссылка на моем канале. Все можно найти здесь. Вот он. Первый ролик был здесь. В рекомендуемом разделе. В тот же день на сайте Министерства социальной защиты населения Хабаровского края, далее Министерство, мною было написано обращение, в котором я просил разобраться в ситуации и по факту принять меры. Письмо написано в режиме онлайн с записью видео с экрана монитора. Данное видео находится в свободном просмотре и доступно по ссылке. Опять же все это на моем сайте. Здесь я раздел не перегружаю. В разделе Народная воля. Вот здесь. И в плейлисте пишем письма. Кстати данное видео будет тоже размещено в этом плейлисте. Дабы не перегружать первые топ полосы канала. 13 июля 2018 года посредством электронной почты из Министерства мною было получено письмо в приложении 1, которое я вам показывал. Вот это вот самое письмо. Непонятно, да, как они выполнили функцию свою, а пенсионер говорит, что они ничего не выполняли. И угрозы, факт наличия, ну наличие угрозы. Посредством электронной почты из Министерства мною было получено письмо в приложении 1 за подписью заместителя министра начальника управления социального обслуживания населения М.И. Бурлака. В письме от 12.01.2018 исходящий номер о рассмотрении обращения указано, что на мое обращение от 01.07.2018 КГБУ Николаевский на Амуре комплексный центр социального обслуживания населения 21.06.2018 21 июня провел выездную проверку. И информация не подтвердилась. Это является открытой и наглой ложью, выраженной и задокументированной в письменной форме. Заявление, написанное в июле, никак не могло быть отработано в июне. Смотри, решение пункт 1. Мы до него дойдем. Далее М.И. Бурлака пишет, что в правоохранительные органы о недостоверной информации, выложенной в интернет, было подано заявление. Данный пункт расценивается как угроза и противоречит принципам открытости и свободы распространения информации. Нарушает мои права. Статья 29 Конституции Российской Федерации. Нарушена гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать свое мнение и убеждение по различным вопросам общественного характера. Смотри, решение пункт 2. Мы тоже дойдем сейчас. 13 июля 2018 года в свободное от производства время по факту была проведена повторная проверка, в ходе которой со слов предположительно пострадавшего пенсионера выяснилось, что никакой проверки не проводилось и пенсии он до сих пор не получает. Видео с комментарием пенсионера доступно в свободном просмотре по открытой ссылке. Недавно я вам его показывал. Вот оно находится. Вот здесь. Последнее видео. В этом. Ну, вернее, первое в этом плейлисте рекомендуемое. Реализуя свое право на управление непосредственно в соответствии со статьей 3, статьей 32 Конституции Российской Федерации, статьей 1, статьей 3 Федерального Закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, выражаю гражданское волеизъявление и выношу решение гражданина человека. Далее решение. Итак, решение. В отношении заместителя министра, пункт первый. В отношении заместителя министра, начальника управления социального обслуживания населения по Хабаровскому краю М.И. Бурлака, обязываю возбудить уголовное дело по статье 128, ч. 3, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения. По факту нарушения, гарантированной государством возможности беспрепятственно выражать свое мнение и убеждение по различным вопросам общественного характера, обязываю провести проверку и разъяснить гражданину М.И. Бурлака границы его прав и полномочий. Третий пункт. Исходящего номера решения, волеизъявителя, направить на указанную электронную почту. Почта указана. Для верификации действий прокуратуры ответ на обязательное исполнение решения непременно должен содержать исходящий номер решения, а именно 020-USP-2018. Это обязательное к исполнению условия моей гражданской работе. Ну и, соответственно, приложение, письмо будет из министерства приложено. И, вот я сегодня его подписал в 18.20, отсканировал и, когда только я отправлю его, в своем экземпляре я поставлю дату и время отправки заявления. Ссылочка вот она. Итак, что мы делаем? Мы идем на сайт интернет-приемной. В прокуратурах Хабаровского края вписываем свои реквизиты, адрес, так, и ваше сообщение. Сообщение будет таким, раз у них, значит, как у них там, да, сообщение. Ну, сообщение простое. Мы уже подготовили сопроводиловку. В прокуратуру по Хабаровскому краю к исполнению направляется протокол решения гражданина человека 020-USP-2018, вот, 18.07.2018. Приложение протокол решения гражданина человека на четырех листах в формате PDF и приложение 1 к протоколу решения гражданина человека от такого числа в формате PDF на одном листе. Вот это все мы копируем и, дабы не заморачиваться ничем, вставляем вот сюда. Все, вставили. На наличие ошибок у нас все уже проверено, потому что мы в Word это верстали. Так, ответ предоставить в форме электронного документа. И давайте файл, выберем файл, решение, первый файл, закачиваем и выбираем файл, приложение. Итак, файлы выбраны, решение, приложение. Теперь мы их закачиваем и пробиваем пока капчу. С. Так. Что еще? Ну, вроде бы и все. Скорость, как обычно, в Николаевске оставляет желать лучшего. Спасибо дорогому Ростелекому. Так, подождем. Пока подождем, все проверим. Обратите внимание, что файл должен быть, значит, общий вес файлов должен быть не более 10 мегабайт. Так что, если будете отправлять что-то тяжеленькое, поджимайте. Хорошая поджималка, формат фэктори. На любой формат быстро делает и простенько, и со вкусом, как говорится. Также хороша программа Pinnacle. Она многофункциональная. В ней можно верстать ролики, а можно и разные действия выполнять по сжатию, изменению формата файлов. Что еще сказать? Если какие-то будут вопросы, пишите здесь же, под роликом, в комментариях. Либо, чаще всего я бываю в Одноклассниках и ВКонтакте. Вот, можете в личку писать. Там сижу чаще, потому что больше всего у меня знакомых там находится, с которыми я постоянно общаюсь. Все. Загрузились. Ну и отправляем. Все, сообщение получено. Вернуться к форме. Теперь в своем экземпляре решения. Здесь я ставлю дату. И 18.07.2018. И время 22.59. Ну, можно сказать, уже поставить 23. В общем-то, все. Работа по осуществлению воли изъявления гражданина человека Российской Федерации осуществлена. Кому-то, если приглянулся такой бланк решения, тоже напишите. Шаблончик вышлю. Все разработано согласно рекомендациям грамотных людей. Посмотрим, как это работает дальше. Потому что наши, в общем-то, слуги не хотят отрабатывать свои большие зарплаты. Ну, неумеренно большие и неоправданно большие. И вот эти вещи они даже не понимают. Для них это все наше обращение. Ну, я вам скажу так, уважаемые зрители, слушатели, земляки, подписчики, соотечественники. Скажу так, что закончилось время уже, оно кануло. Когда мы обращались, просили о чем-то там, требовали даже. Эти все вещи, они носят рекомендательный характер. Все обращения, умоления, требования носят рекомендательный характер. Да хоть затребуйтесь. Будут играть в футбол вашими документами. И заставят почувствовать себя ничтожеством. А если начнете громко топать ногами и кричать в кабинете, то могут вполне и упрятать куда-нибудь в кутузку. Итак, Роман Зайцев, Живу на ДВ. Подписывайтесь на мой канал. Приглашаю всех. Свежее видео размещаю в разделе «Рекомендуемые». Пишем письма в разделе «Народная воля». Так и называется плейлист. Пишем письма. Всем здоровья, радости, порядка, покоя в ваших семьях. Всем света и домашнего уюта. Роман Зайцев, Живу на ДВ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Интересно, конечно, как всегда, ваше живое мнение. Пока.